Здравствуйте, уважаемые телезрители. Информационный выпуск продолжим на русском языке. Смотрите сегодня. Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области продолжает задымлять Копчегайскую трассу. Денис Зимцов побывал на месте происшествия. Мониторинговые группы продолжают рейд в магазинах и в местах общепита. Какие нарушения бы и выявлены, и что грозит владельцам заведений, расскажет Айдана Нураш. Льготное кредитование МСБ, какие проекты реализовали и реализуют за счет финансирования Алматы Финанс, расскажу я, Татьяна Ким. Под Алматы со вчерашнего дня горел, а теперь тлеет крупный мусорный полигон. Возгорание заметили днем вблизи автодороги Алматы-Оскимен. По данным областного департамента ПОЧС, огонь охватил 3 гектара земли. К тушению пришлось подключить авиацию. Всего в работе задействовано около 40 единиц спецтехники, включая водовозы, бульдозеры, погрузчики и самосвалы. Причина пожара пока не установлена. Сейчас в очагах возгорания проводится рекультивация и засыпка грунтом. С места ЧП репортаж Дениса Зимцова. Сейчас около часа дня. Мы находимся на 34-м километре Копчегайской трассы, недалеко от поселка Рассвет-2. Справа от меня та самая свалка, которая полыхает пламенем. Вот уже второй день. По словам местных жителей, эта дымовая завеса, которую вы видите за моей спиной, не сравнится с тем, что было вчера. Огненная стихия окутала мусорный полигон за считанные часы. Крупный пожар не могли потушить всю ночь. На месте дежурили сотрудники департамента ПОЧС, но имеющихся сил оказалось недостаточно. Со вчерашнего дня было произведено наращивание сил и средств. На данный момент от ДЧС Алматинской области работает 10 единиц техники, 71 человек личного состава. От местного исполнительного органа, то есть от Акимата Ильичского района, 27 человек личного состава. Масштабы пожара поражают воображение. Огонь стремительно распространился далеко за территорию полигона и почти было добрался до жилого сектора. Огонь поразил не только мусорную свалку, но и прилегающую к ней территорию. Вся земля выжжена дотла. Если бы не препятствие в виде Копчегайской трассы, то пламя могло бы переброситься и на близлежащие строения. Пока одни в спешке покидали свои жилища, другие пытались укриваться на крыши собственного дома. Люди уже задыхаются, на крыши повылазили. Это ужас, как горит. Разгул стихии удалось остановить только к утру, но кое-где мусор все еще продолжал плеть. Вовремя все приехали, пожарные машины вовремя все тушило. Вот сотрудники ГАИ уже вторые сутки не уезжают отсюда. Вторые сутки они уже контролируют движение. Мы им, конечно, благодарны за то, что они вовремя предприняли все меры. Впрочем, опасность еще не миновала. Специалисты говорят, что мусор может вспыхнуть в любой момент. Поэтому при помощи авиации тлеющую территорию поливают водой. Земля не справляется. Потребовалась поддержка с воздуха. Прямо сейчас за моей спиной вертолет Ми-8 занимается тушением пожара. Каждые пять минут он набирает воду в соседнем водоеме и продолжает бороться с бушующей стихией. Накануне из-за сильного задымления видимость на участке трассы Алматы-Ускимен была практически нулевая. Дымовая завеса за считанные минуты отбитала проезжую часть, из-за чего произошло массовое ДТП с участием восьми машин. Обломки авто до сих пор разбросаны по обочине. Между тем, жители дачного массива «Рассвет-2» давно жалуются на свалку у себя под носом. По их словам, возгорания там происходят регулярно, хоть и не в таких масштабах. Кроме того, неприятный запах, плохая экология и дикие птицы стали привычными для дачников. В районном Акимате заверили, что полигон законно существует более 10 лет, а жалобы от жильцов к ним никогда не поступали. Сейчас эта государственная земля находится в аренде у частных лиц. Две частные компании здесь обслуживают, то есть это получается компания ТОО «Тазажер», а также ТОО «Таза-Алем». Первая компания Тазажер, она занимается уже как три года. Они, получается, все эти бытовые отходы берут и сортируют. А Таза-Алем занимается рекультивацией. Они начали работу только в этом году. Причина возгорания на полигоне все еще выясняется. Экспертиза покажет, был ли это поджог или случайное стечение обстоятельств. Тем не менее, жители прислевающих поселков придут закрыть гигантскую свалку. Пожалуйста, пусть эту свалку закроют, чтобы люди дышали хорошим, свежим воздухом. Я не хочу, чтобы она была открыта. Я хочу, чтобы ее закрыли. День зимцов. Аксинца бывает. Телеканал Алматы. Алматинская область. Тем временем в Алматы нашли способ, как превратить отходы в доходы. В пунктах приема макулатуру за килограмм в турсырья выплачивают 20 тенге. Однако многие горожане сдают бытовой мусор не в целях заработка, а ради благой цели – сделать мегаполис чище. Причем позитивная тенденция наблюдается особенно среди молодежи. Айен Рафинна Рикпаева продолжит тему. 28-летняя Гюзель с самого детства неравнодушна к проблемам экологии. Главное ее кредо – осознанное потребление, то есть вдумчивый подход к новым покупкам. По мнению девушки, у потребителей должно быть понимание, что вещи берутся не из воздуха. За ними стоит промышленность, соответственно, наносится вред экологии. Осознав все это, эко-активистка изменила свой образ жизни. Теперь она шьет из старой одежды мешки для продуктов питания, пользуется многоразовой посудой, вместо пластиковой зумной щетки предпочитает бамбуковую. У меня дома есть несколько таких вот контейнеров для пластика, для разных видов пластика, для стекла и для макулатуры. Конечно же, сортировать отходы очень важно, особенно пластиковые отходы, потому что, ну, это уже не секрет, это уже абсолютно все знают, что пластику требуется огромное количество времени, чтобы разложиться около 300-400 лет. Не выбрасывать мусор, а сдавать его на переработку или утилизацию – действенный способ помочь окружающей среде. Один из таких пунктов приемов макулатуры расположен по улице Желдоспекова. Здесь только за один день принимают до 500 килограммов кофрированных коробок и пластиковых бутылок. В свою очередь я тоже решила принести из дома ненужную макулатуру. У меня тут коробки из-под пиццы, бумажные пакеты и рекламные флайеры. Сейчас мне необходимо их взвесить. Так, у меня вышло почти 3 килограмма. За это я получу 60 тенге. Но это не столь важно. Главное – вынести свой вклад в улучшение экологии. Первым делом всю макулатуру перебирают и сортируют вручную. После вторсырье прессуют и отправляют в конечную точку – на мусороперерабатывающий завод. У нас принимаются макулатуры, картоны, пластиковые бутылки, стекло и целлофан тоже принимаем. У нас цены макулатуры и картона 20 тенге 1 килограмм, пластиковые бутылки и целлофан 15 тенге 1 килограмм. Всего в мегаполисе числится подобных 30 эко-пунктов. Как отметил сотрудник компании, желающих сдать макулатуру с каждым годом становится больше, что не может не радовать. Так как переработка мусора помогает снизить количество отходов и выброса парниковых газов, в том числе содействует сохранению воды и энергии. Айяна Рафина Рикпаева, Рашид Шукролеев, телеканал Алматы. Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании БКР требуют привлечь в качестве соотвечника в суде агентство по продаже авиабилетов «Авиата.КЗ». Сегодня в Алматы прошло очередное заседание суда по иску Комитета по защите прав потребителей к отечественному перевозчику. Слушание прошло в режиме онлайн с участием пассажиров, которые требуют вернуть деньги за билеты. Напомним, самолет «Фокер-100», принадлежавший компании БКР, потерпел крушение 27 декабря прошлого года. Планер столкнулся с двухэтажным жилым строением. В результате трагедии погибли 12 человек. Всего на борту находилось 93 пассажира. Среди них три младенца, пятеро члены экипажа. Важно понимать, что хотя мы привыкли в обиходе говорить о покупке билета, фактически никакой купли-продажи не происходит. То есть мы не можем купить у авиакомпании билет и продать его пассажиру. То есть фактически речь о том, что никаких отношений к купли-продаже здесь не возникает. Мы оформляем перевозку. То есть мы, как агент, оформляем отношения, юридические отношения по договору перевозки между пассажиром и перевозчиком. В этом случае у нас ответственной стороной за перевозку. Все, что касается дальнейшего обслуживания, посадки на рейс, перевозки из пункта А в пункт Б, это все обязанности перевозчика. Родителям необходимо дать право отказаться от вакцины. Так считают казахстанские сенаторы. Сегодня депутаты рассмотрели и вернули в Нижнюю палату парламента Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. В документ народные избранники внесли следующие поправки. Предоставить законное право гражданам на согласие или отказ от вакцинации. А также разрешить детям посещать школы и детсады, вне зависимости от того, привиты они или нет. Взрослых же не заставлять получать уколы, чтобы, например, устроиться на работу. Что, учитывая сомнения в возможности отказа от обязательных прививок, которые высказывались в процессе обсуждения проекта Кодекса, считаем необходимым подтвердить право родителей на самостоятельное и осознанное принятие решения. Это предлагается сделать путем добавления к праву граждан на дачу информированного согласия или отказа на проведение медицинских вмешательств фразой, в том числе профилактических прививок. Тем временем глава Минздрава Ержан Бертанов заявил, что отказываясь от вакцинации, родители ограничивают права своего ребенка на здоровье. Министр рассказал о том, какие прививки будут обязательными, а какие добровольными. При этом к обязательным отнесены плановые, профилактические, а также прививки по эпидемиологическим показаниям. Рост непривитых лиц приведет к формированию неиммунной прослойки населения, снижению коллективной защиты и развитию вспышек среди населения с охватом непривитых лиц и, в первую очередь, детей с медицинскими отводами. Регистрация случаев вакциноуправляемых инфекций среди населения угрожает жизни детей, относящихся к уязвимым группам населения. В Алматы продолжаются проверки объектов бизнеса. По постановлению главного санитарного врача города, все они должны быть обеспечены масками и перчатками. Менять их необходимо каждые два часа. Кроме этого, проверяется наличие санитайзеров, тепловизоров и дезинфекционных ковриков. Сотрудники Нару-Узбайского Акимата и санэпидемиологи провели очередной рейд на соблюдение санитарных норм. Вместе с рабочей группой отправилась Айдана Нураш. Сохранить здоровье ребенка – задача каждого родителя и детских учреждений. Поэтому заведующая детсада номер 172 Айман Нурасилова строго относится ко всем санитарным требованиям. Перед входом разложен весь ассортимент средств защиты, всех входящих в здание, кроме детей, облачают в защитные костюмы, выдают бахилы и маски. Мы начали работать с 1 июня. Наш детсад рассчитан на 280 мест, но пока посещают только 60 детей. По требованиям карантинных норм мы сократили наш график. Работаем с 8 до 5. Перед входом обязательно измеряем температуру. Мы стараемся создать все безопасные условия для детей. Сотрудники проходят ПЦР-тесты. Каждые два часа меняют маски и перчатки. Ежедневно мониторинговые группы выходят на рейд. Они проверяют весь персонал и даже клиентов. Соблюдают ли они санитарные нормы. В случае выявления нарушений штраф неизбежен. Не избежал наказания и владелец кафе в районе Каменки. В заведении у посетителей не измеряют температуру. Нет в запасе средств защиты. Дистанция между столами тоже не предусмотрена. Теперь владельцу придется заплатить штраф в размере 100 МРП. В следующий раз будем соблюдать по два метра. Затем проверяющие нагрянули в мини-маркет. Серьезных нарушений здесь не обнаружено. Мониторинговая группа ограничилась лишь предупреждением пополнить запас средств защиты. А вот в следующем объекте мы задержались надолго. В парикмахерской в 20 квадратных метров полно людей. Некоторые клиенты без масок, персонал работает без перчаток, а вместо тепловизора – градусник. Администратор оправдывается отсутствием средств на его покупку. «На сегодняшний день мониторинговой группой было проверено 243 объекта. Из них 5 объектов были оштрафованы, 4 объекта за несоблюдение санитарных и карантинных мер были закрыты». С момента прекращения действия режима ЧП в Алматы было проверено около 2500 объектов. На 130 из них по результатам выборочных мониторингов выявлены нарушения карантинного режима. Деятельность 98 объектов была приостановлена. Айдана Нураш, Рашид Шукуралиев, телеканал «Алматы». 385 человек оправились от коронавирусной инфекции в Казахстане за минувшие сутки. Большая их часть выписана из клиник Нурсултана, Алматы, Атраусской и Карагандинской областей. Общее количество людей, победивших недуг, возросло до 8400 человек. Нужно отметить, что число выздоровевших превышает темпы роста по зараженным. Количество носителей коронавирусной инфекции достигло 13 558 пациентов. Суточный прирост составил 1,8%. За минувший день COVID-19 унес жизни еще шестерых человек, четверо из которых умерли в Нурсултане. По одному случаю в западно-казахстанской и карагандинской областях жертвами пандемии на сегодня стали 67 казахстанцев. В Алматы продолжает действовать карантин. Носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Чаще муйте руки, дезинфицируйте и проветривайте помещение. Это итоговый выпуск новостей. Смотрите далее. Льготное кредитование МСБ, какие проекты реализовали и реализуют за счет финансирования Алматы Финанс, расскажу я, Татьяна Ким. Помощь в трудную минуту. Как многодетные мамы помогали нуждающимся во время ЧП. Расскажу вам я, Рамина Мерзалимова. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Модернизированные тренажерные комплексы, детские площадки и экзотические цветники. Алматинские парки и скверы постепенно превращаются в живописные зоны для отдыха. Все это стало возможным благодаря программе «Бюджет участия». Ранее, после многочисленных обращений горожан, Аким Бахаджан-Сагентаев поручил взять на особый контроль реставрацию мест отдыха. О поэтапном преображении мегаполиса в сюжете Дины Женобековой. Городские бульвары превращаются в руины, а центральные скверы украшают покосившиеся скамейки, разбитые тротуары и сломанные качели. О таком безобразии жители Алмалинского района рассказали Акиму города еще в прошлом году, на очередном сходе. Проживаю в квадрате улиц Жарокова, Шевченко, Жамбыла, Гагарина. В нашем районе на квадрате находится парк Ганди. В прошлом году сделан очень хороший ремонт, но поднявшись выше по Шевченко, от Жарокова до Гагарина, там очень плачевное состояние дорог. Пожелания алматинцев не остались без внимания. 10 мая началась масштабная реконструкция бульвара по улице Гагарина. Меньше чем за месяц на участке появилась современная детская площадка. Для удобства отдыхающих вдоль сквера планируют посадить 50 деревьев и установить 250 фонарей. Общий бюджет проекта – 98 миллионов тенге. Брусчатку постелили, красивее стало, землю обработали, саженцы новые замечаю кое-где, скамейки чистые, уютно, цветы, прям газон почистили. Стало красиво намного. С каждым разом все лучше и лучше. Сейчас еще красивее сделали. Мне очень нравится. Грандиозные реставрационные работы проводят и в сквере имени Муколима Катаева. В этом году место украсят широкие беседки, красивые лавочки и яркие фонари. По КАЦ-содержанию почти в основном 80% содержания – это наших производителей отечественных. Сумма бюджета около 105 миллионов. По программе ДКЗ у нас работает около 10 сотрудников совместно с Акиматом. Прилагаем усилия, чтобы ускорить работы. Ну а вдоль сквера имени Жамбыла вовсю кипит работа по обустройству пешеходных дорожек. Совсем скоро в зеленой зоне появятся экзотические цветы, спортивная и игровая зоны. Здесь изначально был ресторан, который нас будоражил своими беспорядками. Здесь были бомжи, крысы, бутылки. Это было ужасно. Сейчас здесь построили парк. Мы очень довольны тем, что здесь больше никаких кафешек, ничего строить не будут. Реставрация скверов и парков проходит по программе бюджетнородного участия. До конца года в Алмалинском районе планируют реализовать 15 проектов. На эти цели выделено 240 миллионов тенге. Дина Жанабекова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Новый виток развития для предпринимателей. В Алматы полным ходом идет реализация региональной программы «Алматы бизнес-2025». Займы под минимальные проценты может получить как действующий бизнес, так и стартап. Об уже реализованных проектах расскажет Татьяна Ким. Одна из алматинских швейных фабрик. Владелец предприятия получила заем в «Алматы финанс» на сумму 20 миллионов тенге. Сейчас цех возобновил работу и вовсю наверстывает вынужденный простой во время карантина. Хотя на работу вышел пока еще не весь персонал. На входе нам выдали собственные фирменные маски и обработали руки дезинфицирующим средством. Швия Насгульджи Махаджаева здесь работает почти два года. Говорит, что в условиях самоизоляции очень скучала по любимому делу. За время карантина прям руки горели. Так хотелось сесть за швейную машинку. Уже во сне ее видела. Знаете, такое приятное, ни с чем не сравнимое чувство, когда держишь в руках просто полотно. А потом через некоторое время появляется творение. Особенно приятно шить детские вещи. Вот они распашонки, пеленки, пинетки, а также униформа для медицинских военных учреждений. Кстати, благодаря самой низкой цене спрос на детские товары, которые производят на этой фабрике, большой. До пандемии одежды для новорожденных швейный цех снабжал специализированные магазины не только в Алматы, но и в других городах Казахстана. С недавнего времени в ассортименте появились медицинские маски. Швейная фабрика шьет около тысячи вот таких вот многоразовых масок. Они сделаны из хлопка, очень удобные, легко дышать. Я вот одну уже примерила. Есть двух расцветок, цвет хаки и белый цвет. Сейчас в компании трудится порядка 60 человек. Благодаря займу, полученному в Алматы финанс, владельцы швейного цеха смогли не только выплатить зарплату сотрудникам, но и приобрести новое сырье. В планах увеличение производства и создание до 200 новых рабочих мест. Мы создали новые рабочие места, плюс такое кредитование помогает таким предпринимателям, как мы, чтобы удержать производство на плаву, сохранять цены, чтобы закупать новые оборудования. Кредитная организация «Алматы финанс» создана в рамках региональной программы «Алматы бизнес-2025» по поддержке казахстанского предпринимательства. Одобрено 33 проекта на сумму 909 миллионов тенге. Реализованы такие проекты, как эта швейная фабрика, а также цех по обжарке кофе, мебельное производство и предприятия по выпуску изделий из металла. Татьяна Ким, Мирам Исабеков, телеканал «Алматы». Более 76 тысяч человек во время действия режима ЧП прошли мотивационные онлайн-тренинги в районных центрах Бахат-Тоотбасы в Алматы. Несмотря на жесткие условия самоизоляции, многодетные мамы посетили курсы по изучению английского языка, компьютерной грамотности, лидерству и делопроизводству. Такие данные сегодня представили в городском центре. Рамина Мирзалимова продолжит тему. Центр Бахат-Тоотбаса Алатаусского района. Многодетная мама Айгуль Думдибаева обратилась еще в октябре прошлого года. Она инвалид второй группы. Воспитывает шестерых детей. Несмотря на недуг, женщина решила заниматься любимым делом – шить одеяло в национальном стиле. В планах открыть свой швейный цех. Боже, даже все вернется же. Если будем помогать дальше, я думаю, это наоборот хорошо. Я хочу открыть для нуждающих матерей, для многодетных мам, воспитывающих детей, инвалидов. Для тех хочу помочь. Во время карантина я преподавала уроки через онлайн, через WhatsApp. Сейчас Айгуль проводит занятия по швейному мастерству. Недавно защитила свой бизнес-план. Теперь ждет результатов конкурса. Главный приз – грант на 5 миллионов тенге. В случае выигрыша хочет купить оборудование для будущего цеха. Кстати, во время действия чрезвычайного положения центры Бахтотбаса вели активную работу. К примеру, помогли более тысячи многодетных матерей получить финансовую помощь от государства. Во время ЧП все восемь районных центров оказали большую помощь. Мы работали почти без выходных, составляли списки, обходили каждый двор, консультировали всех. В Алматы центры Бахтотбаса действуют во всех восьми районах. Полноценную работу они начнут с понедельника. Цель проекта неизменна – помочь гражданам, которые входят в категорию социально уязвимых слоев населения. Центры оказывают психологическую, образовательную, юридическую, медицинские услуги, а также помогают в трудоустройстве. В одном только Ауэзовском районе помощь получили больше двух тысяч человек. Я хочу сказать огромное спасибо всем мамам нашего города, которые с пониманием отнеслись к той сложившейся ситуации и действительно очень активно подключились к деятельности наших центров. Оказывали волонтерскую помощь, оказывали всевозможную помощь и морально поддерживали. В прошлом году благодаря поддержке центров Бахтотбасы по программе «Бизнес Бастау свое дело» открыли почти 400 человек. В этом году на курсы по основам предпринимательства записались около 500 женщин. Рамина Мирзалимова, Елкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы. И в завершение, чтобы минимизировать риск заражения коронавируса, необходимо следовать важным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Носите маски, чаще мойте руки, используйте антисептики, проветривайте помещения. Помните, что невидимый враг коварен и опасен. Таков был день глазами наших корреспондентов. Через несколько минут смотрите программу Акимат Лайф. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»!